Это вскрытие сундуков, скорее всего, было последним, потому что 27-го стартует классика, и я не думаю, что я зайду в актуальный контент какое-то, наверное, продолжительное время после его старта. Всем привет, с вами Прия. Пришло время вновь проверить недельную удачу, вскрыть недельные сундучки, купить азеритки, где это возможно. Начну с Монаха. Надеюсь, на Монаха упадет какая-нибудь пушка. Полтать, конечно, пушку на Твинка, Монка или ДК будет забавно, но это будет также полезно. Колечко. С сокетом, что самое главное. Думаю, я найду ему применение. Идем дальше. Дальше идем на ДК. Хочу в аром самом последнем зайти. В теории, там пыли должно хватать на покупку азеритки. Если нет, то нет. Если да, то, может, я шапку даже свою текущую распылю. То есть, голова на войне является самым лоу-эквипом на текущий момент, если рассматривать абсолютно все азеритки. Опять колечко. Да что такое? Что, еще что ли кольцо и на воина упадет? Нет, ну если так оно и будет, то я не помню даже, какие у меня кольца на воине. Вроде бы не особо такие прям классные по этому левелу. Да, если это будет кольцо, в принципе, меня это устраивает. Если это будут перчатки... Ну давай, игра, удиви меня вновь. Плут на воина всегда сказочен. Ой, да ладно, подпорцем и исцелением. Я сколько ходил в усадьбу, хотя и немного ходил, я ни разу не видел этот топорик в луте. Буду ли я его надевать? Наверное, нет, потому что он без вторичных стат, да, он пропнул с самоисцелением. Но это как-то слабенько. Если бы я знал, я бы лучше, наверное, добычу поставил на Армса или Фурика и лутанул бы. И Тику. Ну да, конечно, 2 бы лутанул. 46 тысяч пыли. А сколько дропается пыли с шапки 430-й? Нет, можно, конечно, в Аббанк сыграть, дизнуть свою шапку, купить новую. Да, наверное, я так и сделаю. За растут 430-й вещицы, 2000 пыли дают. Так что, в принципе, хватает прекрасно на покупку шлема Азеритового 445-го. Все, вскрываем, смотрим, что тут прокнет. Ну, вроде бы неплохой шлем. Сейчас глянем. Так, кровавый спорт, железная крепость. Окей, железная крепость. Что дальше? Жестокий реванш или 7 ветров. Наверное, даже 7 ветров, скорее всего, пополезнее будет. Да, я подумаю, само собой. Ну, ладно. Хорошая шапка. Но можно было вырылить лучше. Все равно пыль будет дропаться. И теперь уже конкретно нужно будет апать не на этом левел Азериточки, но апать с целью того, чтобы просто получить какие-то трейты пополезнее. Например, если бы прокнул оплот мощи, это было бы, конечно, интереснее. Если бы... Что еще прокнуло? Оглушительный раскат, допустим. Да, это было бы полезно. Но так-то не особо. Ну, забыл. Я же великий ПВП-шер. И с рейтингом 1400 на РБГ. Я не знаю, как я его апнул. Не, ну, в принципе, танком кайфово. Стоишь в базу ДФ, и, в принципе, тебе особо не нужно утруждаться. 430-я Азеритовая вещица. Можно было даже и шлем не дизать. В принципе, вот они, эти 2000 пыли. Да, таким образом надропаю пыль, и потом как-нибудь куплю себе Азеритку уже с более лучшими трейтами. Ну что же, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Хорошего лута вам, самое главное. Ну и трейтов, проков хороших, если вы покупаете Азериточку. Не забывайте про ссылки в описании. До скорого.